В августе 2017-го, встречаясь с президентом Владимиром Путиным, губернатор Севастополя заявил, что строительство многопрофильного онкологического центра начнется уже в декабре того же года. Сейчас, апрель 2019-го. Чиновники до сих пор даже не удосужились провести тендер, определив подрядчик. В марте я делал материал об издевательских общественных слушаниях, которые Дирекция капитального строительства Севастопольского правительства устроила по поводу онкологического центра. Напомню вкратце, слушания назначили на будний день, причем на 12 часов дня. Вдобавок, для верности, ни на одном из правительственных севастопольских порталов о проведении этих слушаний не сообщили. О дате и месте можно было узнать только на портале госзакупок. Тем не менее, на слушание пришел Вячеслав Сержантов, помощник сенатора от Севастополя Ольги Тимофеевой, которая следит за этим проектом. Вот что он предложил чиновникам насчет критериев выбора подрядчика. Наличие опыта строительства аналогичных объектов в сопоставимых по стоимости работ с планируемым к строительству объектом за последние 4 года. Наличие генерального подрядчика по объектам гражданского строительства на сумму не менее 20% от ставковой цены конкурса за последние 3 года. Чиновники пообещали рассмотреть возможность принятия этих критериев. В итоге они разместили тендер, но на него была подана жалоба Нижегородской организации СтопКартель. И вот почему. Общественники обратили внимание, что в документации аукциона установлены ненадлежащие требования к описанию физических и химических свойств товаров, а также технических деталей их изготовления. Эти требования выглядели явно излишними. Так участникам аукциона полагалось обладать достаточными запасами кирпичей и цемент с удельной эффективной активностью естественных радионуклидов, не более 370 пекерили на килограмм, и другими стройматериалами с четко прописанными характеристиками. То есть смотрите, помощник сенатора Тимофеевой предлагал чиновникам озаботиться тем, чтобы важный для города проект не отдали какой-нибудь фирме-однодневке, где бесследно исчезнет очередной выделенный из бюджета аванс. А что сделали молодые технокрады? Они начали прописывать какие-то излишние условия, которые вообще-то не предусмотрены законом о контрактной системе. Это в очередной раз оттянет проведение конкурса, поскольку Федеральная антимонопольная служба согласилась с доводами общественников и приостановила процедуру, что отражено на сайте госзакупок. Если это не вредительство со стороны чиновников, то что тогда вредительство? Причем известна даже фамилия того, кто ответственен за произошедшее. Как сообщается в тендерной документации, со стороны городских властей процесс подготовки тендерной документации курировал некий Сидорович МС, сотрудник контрактной службы ГПУ, дирекция капитального строительства правительства Севастополя. Видимо, именно этого сотрудника севастопольцы с онкозаболеваниями должны благодарить за очередное промедление со строительством онкодиспансеров. Что этот человек делает в дирекции капитального строительства? Он либо не профессионал, не соответствующий занимаемой должности, либо профессионал, который, наступив на горло профессионализму, выполняет указания начальства. Если верна вторая версия, то есть предположение, почему молодые технокрады дают названному сотруднику именно такие указания. Форпост удалось пообщаться с крупной российской компанией, которая отказалась от участия в тендере, несмотря на его внушительный объем в 2,5 миллиарда рублей. Как пояснили наши собеседники, сложно отделаться от впечатления, что результаты тендера были очевидны заранее. Дело в том, что по тем цифрам, которые содержались в документации, рентабельность для подрядчика составила бы 6-8%. Это, среди прочего, означает, что при любом сбое, в том числе независимым от подрядчика, есть большой риск ничего не заработать или хуже. Нужно быть изначально уверенным в том, что у тебя все сложится идеально при работах на объекте, чтобы вписываться в такой подряд. Поделился мнением отказавшийся от участия в тендере крупный строительный игрок. То есть, говоря проще, мы имеем дело с продолжающейся манипуляцией чиновников, которые продолжают пытаться отдать этот контракт кому-то из своих. Для чего и выдвигают излишние требования о непременном наличии у подрядчика запасов кирпичей и цемента с определенными характеристиками. Молодым технокрадам из команды Овсяникова нет никакого дела до севастопольцев, которые продолжают оставаться без онкологического центра. Ведь в тот раз, когда губернатор Севастополя наврал Путину о скором начале работы по проекту, позже Овсяников сделал вид, что, мол, ошибся. И эта отмазка прокатила. Из чего молодой технократ, вероятно, сделал вывод, что подобные объяснения будут прокатывать и дальше. Безнаказанность она ведь развращает. Особенно если чиновника отмазывают эксперты, ставящие его на первое место по росту рейтинга. Важному социальному объекту уже чуть ли не два года определить исполнителя не могут, а рейтинг губернатора растет. Чудеса, да и только. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова